Здравствуйте! Вот одним из самых моих любимых естественно-научных музеев является Московский палеонтологический музей, да? О, замечательный музей! Вот когда вы в него заходите, купили билет, пошли в раздевалку, и из раздевалки идёте вот туда, где должны его оторвать, тут витрина. Первая самая витрина, с которой встречается посетитель музея, а витрина эта посвящена науке, которая называется тофономия. Тофономия наука о захоронении органических остатков. И вот там объясняется вкратце, как образовались все вот эти вот кости динозавров, которые выставлены в залах. И не только динозавров, кого там только нет. Хороший музей, будет возможность обязательно посетить. Оказывается, эту науку создал в самом конце 40-х годов наш знаменитейший советский учёный, писатель-фантаст Иван Антонович Ефремов. Вот он создал такую науку, за это ему дали тогда премию. Сейчас эту премию называют государственной, тогда называли Сталинскую премию. Вот. За создание науки тофономии. Наука о захоронении остатков органических. Это то, почему до нас дошли сведения материальные о древней жизни. И наука говорит следующее. Дело в том, что чтобы какая-нибудь кость пролежала в земле не 100 лет, не 200 лет, а 100 миллионов лет, или хотя бы несколько миллионов лет, она должна перестать быть костью. Происходит так называемое замещение органического материала в этой кости на материал неорганический. То есть кости должно так повести, что в ней должно постепенно, медленно произойти замена органической структуры на неорганическую. Кстати, иногда это происходит очень быстро. Я как-то в журнале «Природа» читал статью замечательную, которая посвящена была раскопкам терриконов. Терриконы – это пустая порода, которую выбрасывают из шахт. Туда вместе с пустой породой могут попадать шпалы, куски железа, рельсы. Ну и плюс к этому остатки угля, серы. Все это там потихонечку террикон горит, дымится, в нем высокая температура. И происходит очень быстрое вот это самое процессы, которые описаны в тофономии. Ну, я не знаю, динозавры туда в эти телеконы не попадали, слоны вымершие тоже, а вот шпалы попадали. И вот там происходит замещение органического материала в этой шпале на камень. Вот каменная такая вот шпала. По-моему, при входе в геологический музей, вот так называется геологический музей Академии наук имени Тимирязева, вот, имени Вернадского, прошу прощения, так вот там стоит окаменевшее дерево, которое когда-то вот именно так окаменело, но не в терриконе, а по естественным причинам. Так к чему я клоню? Я клоню к тому, что, получая согласно этой науке, тофономии, которую создал вот Иван Антонович Ефремов, большой ученый, большой фантаст, а все, что мы имеем в Палеонтологическом музее, это на самом деле некое, ну, замещение живой ткани, которая когда-то, миллионы лет тому назад, была динозаврами, ходячими всякими слонами и так далее. А вот в последнее время, потихонечку, помаленечку, в нашей замечательной науке происходит революция в тофономии. Оказывается, находят иногда очень редкие условия, когда сохраняются образцы самой ткани, неразрушенные, вот именно те, как были. Самое типичное явление – это образцы, так называемые, зрительного пурпура насекомых. Мне один палеонтолог, который занимается вымершими насекомыми, рассказывал, как они ищут насекомых. Они раскалывают такую, знаете, такая слоистая сланцевая порода, снимают с нее слой и видят две красные точки. Это вот как раз тот самый зрительный пурпур. Вот, значит, тут надо искать отпечаток насекомого. Пурпур быстро окисляется кислородом, и все. Так вот, иногда даже находят фрагменты ДНК, но самые маленькие фрагменты. Фрагменты белков, да? Представляете, какая революция в тофономии? То есть, оказывается, не только вот слепок динозавра мы можем иметь, но и кусочек его ткани. Всех благ вам, удачи, до свидания.